Ты Бог мой Традиция совершать всеночные бдения существует в Православной Церкви с самых ранних христианских времен. У апостолов и первых христиан ветхозаветный обычай предрассветной молитвы приобрел новый смысл. Само появление утреннего света всегда напоминало им о пришествии на землю Спасителя, Света Мира. А восход Солнца вызывал благоговейное воспоминание о воскресении Христа, Солнце Правды. Всеночное бдение – это церковная служба, которая готовит христианина к главному богослужению суточного богослужебного круга, к божественной литургии. Состоит всеночное бдение из двух частей. Первая его часть – Великая Вечерня. Повествует об истории человечества в ветхозаветное время. Молящиеся в храме становятся свидетелями и участниками священной истории от дней творения мира до пришествия на землю Христа Спасителя. Вторая часть всеночного бдения – Утрення. Изображает новозаветные события и прославляет пришедшего в мир Спасителя. Начинается Утрення песней, воспетой ангелами при рождении Спасителя. «Слава в Вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение». Вся Утрення может быть разделена на три главные части. В первой части находится Шестопсалмия, во второй – Чтение Евангелия и Канон, третья – Начинается Великим Словословием. На Шестопсалмии читаются шесть избранных псалмов. В них звучит вера в спасение человека. В самом великом грешнике рождаются чувства покаяния и надежды на милосердие Божие. По прочтении чтецом трех первых псалмов из алтаря выходит священник, изображая собой Ходатая и Спасителя, явившегося человеческому роду. Став перед закрытыми царскими вратами, священник читает двенадцать утренних молитв. В них он просит Бога о всех, требующих Его помощи на земле и на море. Он словословит и благодарит Господа о даровании нам света дневного и просит о благодатном духовном свете. И вот из уст диакона мы слышим благовестие Ветхозаветного Пророка об ожидаемом Спасителе Мира. «Бог Господь, и явися нам! Благословен гряды во имя Господне!» Этот пророческий глаз прославляет первое и второе пришествие Христовы. Затем, по прочтении Кафизм, особых чтений из Псалтири, начинается самая торжественная часть утренней – Полиелей. В переводе с греческого это слово означает «обилие масла» – елея. Елей в Священном Писании – это символ Божьей милости, благословения, радости. В это время в храме возжигаются все святильники. Хор поет «Хвалите имя Господне!» Священнослужители совершают кождение всего храма, подражая женам-мироносицам и апостолам. Рано утром они пришли ко гробу Спасителя и, узнав от ангелов о воскресении Христа, возвестили эту радость всему миру. Об этом событии повествуют звучащие в это время песнопения. Они готовят молящихся к слушанию Евангелия. Колокольный звон напоминает о евангельской проповеди апостолов. Евангелие является собой воскресшего Христа. Как Господь по Своем воскресении явился Своим ученикам и апостолам, так Евангелие торжественно выносится из алтаря царскими вратами. Чтение Евангелия делает нас духовными очевидцами воспоминаемых евангельских событий. Мы слышим о Христе, мы слышим Христа, мы становимся истинными свидетелями Его божественной славы. Поклонение перед Евангелием и иконой праздника, благоговейное целование их – это наше поклонение самому Христу. Священник помазывает верующих, подходящих к целованию Евангелия, святым елеем, во освящение души и тела во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Начинается чтение и пение канона, важнейшей праздничной части утренней. Канон – слово греческое, и в переводе означает «правило». Обыкновенно они состоят из девяти песен, каждая из которых содержит несколько малых песней – «Ирмос» и «Три-четыре тропаря». «Ирмос» в переводе с греческого означает «связь». Он связывает в единое целое последующие строфы тропари и задает им определенный музыкальный ритм и молитвенный настрой. Своё основание каноны имеют в песнях Священного Писания. Эти гимны были воспеты в Ветхом Завете Господу Богу, праведниками Божиими и пророками по случаю благодеяний Божиих, неспосланных иудеям. От древних прообразов и пророчеств они возводят нас к событиям новозаветным, от древних чудес Божиих к новым дивным действиям благодати Христовой. Последняя часть утренней полна молитвенного воодушевления. Слава Тебе, показавшему нам свет! Первый проблеск утренней зари разрушает тьму ночи. Слава Тебе, показавшему нам свет! Восклицает священник. Слава Вышних Богу! Звучит ему в ответ ангельская песнь, воспетая при рождении Христа. Так начинается великое словословие. В этом, одном из самых древних песнопений, Церковь благодарит Святую Троицу и, в особенности, Агнца Божия, в землящего грех мира, и просит помиловать нас и избавить от греха. Благодарение Агнца Божия Христа Спасителя настраивает наш дух на ожидание близкой по времени Божественной Литургии. И наша душа уже предвкушает этот пир веры, это богатство благости. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение.